Ну что, мы продолжаем следить за БТС онлайн в регионе Юго-Восточная Азия. Посмотрим еще одну встречу TNC, в этот раз против команды Boom. Комментирую для вас адекваты Морталис. И давайте потихонечку рассуждать на тему драфтов, на тему формы TNC, потому что явно она у них далеко не самая лучшая. Комментирует Морталис, а горит адекват. Примерно вот такой у нас формат сегодняшнего каста. Простите, друзья, но я постараюсь быть максимально собранным, конечно. Я так максимально собран, кстати говоря. Я постараюсь быть максимально аккуратным в выражениях. Ну все, что мне требуется. Потому что пока, да, пока TNC что-то нас не очень радует своей игрой, мягко говоря. Но вот мы отмечали такой довольно немаловажный факт, что лаги были у команды TNC, ставились паузы на протяжении первой и второй карты. И чувствовала, что какие-то есть трудности с соединением серверами. И судя по всему, это все повлекло к тому, что Феби стал игроком сейчас. Собственно, мы и упоминали Феби, да, как тренера действующего этой команды. Поменял он Тимса на четвертой позиции. Ну если как-то они ролями тут свапаться не будут сейчас, да. Потому что Феби, будучи игроком активным еще до того, как стал тренером, он был игроком именно саппортом. Поэтому для него роль четверки будет вполне себе адекватная. Вот. И вместо Тимса будет исполнять. То есть, судя по всему, настолько большие проблемы у коллектива TNC там с коннектом, да, с пингом или с чем-то там, что даже вот Феби вынужден играть за свой коллектив. Ну или еще какие-то причины, о которых нам неизвестно. Факт есть факт. Играют TNC с заменой. Со стенденом, получается. Ну не стенденом, я не знаю, как это назвать правильно. Замены, это не замена, вручь, да. Феби числится в составе TNC тренера. Короче, играют с играющим тренером. Я не думаю, что пинг мешал Варда им снимать. Это правда. Но, но. Кстати, я тут в чате прочитал сообщение одно после карты, когда мы с тобой восхищались КДА Шейкера. Нам сказали, да, что в такой карте КДА хорошей не показать. Я решил сразу же проверить этот показатель, вообще сравнить его с остальными за всю историю Dota 2. И чтобы ты понимал, ну, если мы будем брать одинаковое количество киллов плюс ассистов за одну строчку в рейтинге, мы же не будем там считать, что если 29, ведь один человек сделал 29, другой, то у них позиции разные. Так вот, этот показатель стал пятым за всю историю при наличии одной смерти. А у него смерть была? Одна смерть у него в конце была. Если бы он эту смерть как раз не допустил, то без смертей у него бы был четвертый показатель за всю историю. А, вон как. Подожди, а какой топ-1, когда? Ну, с одной смертью это пупей. Пупей на шейкере? 40. Топ-2 ассакса 32, причем недавно буквально. Несколько человек делали по 31, по 33 человека, и вот 4 или 5 человек сделали по 29. Но в любом случае это пятый показатель за всю историю. Это очень достойный результат. Сверху это результат. Один из таких рекордов. Хорошо, что мы стали свидетелем такого матча. Так что это далеко не так просто, как кажется. Шейкер-боец контактный, зачастую должен после того, как выдаст свой прокаст, скорее всего погибнуть. Но там был шейкер очень осторожный и при этом крайне полезный. Ну что, драфт на чеш-профит гримстрок Фантом Ассаси на четвертый пик от ТНС УБУМ ВК. Интересно, понабирали БУМ. Вроде как саппорты есть, кэрри есть, мидера не хватает. Тема другим, скорее всего. Хотя по фуриону тут еще вопросы остаются. Много контроля УБУМ. Очень много контроля точечного. И Фантом Ассаси вполне может не бить по-человечески. Особенно потому, что есть контроль через БКБ. Берется Тайтхантер. В оффлейн вероятнее всего. А значит, фурион идет в мид. Да, получается так, фурион мид. Ну, Тайтхантера, видимо, решили поставить для того, чтобы он максимально жизнь испортил. Хотя, я не знаю, тому же Рейс Кингу. Тайтхантер и в Шейкер, конечно, линия не то, что прям какая-то прям вау, да? С другой стороны, против Рейс Кинга, конечно, работать должна хорошо. Не знаю, как в интервью верно справится ли, будучи пятой позицией, для того, чтобы Тайтхантера звонить. Выбор ТНС, конечно, такой, лейтовый получается, да? То есть у них и саппорты лейтовые, и коры тоже. Просто некрофос появляется в центр. Как танк. Для Бум Айди. Вот, супер лейтовый пик у команды ТНС. Там понятно, что Фантомка разодета. Это Тайтхантер, фурион, два саппорта замечательных. В лейте должны, конечно, будут тащить. Но в лейте надо будет фармить. Причем фарм здесь нужен и Фуриону, и Фантомке, и Тайтхантеру, соответственно. Да, то Шейкеру Блинк нужен. Довольно жадный пик, на мой взгляд, у команды ТНС. С другой же стороны, мы видим коллектив Бум Айди, где тоже каким кор героям нужны шмотки, но они менее жадные в сравнении с соперником. Тот же некрофос полезен с приобретением просто способностей, с повышением уровня. Рейс Кинг, да, тут безусловно, конечно, без артефактов это не герой. Верна Мирана не жадные персонажи абсолютно. Бестмастер, ну, тут тоже что-то требуется. Короче, не знаю, чувствую, что ТНС опять могут испытать проблемы на лейнинге. Вот есть у меня такое ощущение. И да, мне очень нравится пик Бум. Он гораздо проще для исполнения, тут тебе ничего не надо. Просто бежишь вперед, даешь все скиллы в две каких-нибудь разных цели, они умирают. Тут очень много контроля через БКБ. Фантом Ассасин может просто не бить в драке. Плюс ТНС все-таки привязаны к двум ультимейтам с большим ИКД. У Бум такой зависимости нет. Они гораздо чаще могут драться. ТНС в случае провала в одном файте, второй просто нормально не проведут. Еще один довольно любопытный факт. Нас играют сейчас в матче топ-1 Юго-Восточной Азии и топ-2 Юго-Восточной Азии по рейтингу. Топ-1 это Армел, а топ-2 это Микота. И два этих игрока должны встретиться в центре, чтобы выяснить, кто из них все-таки лучший. Вообще, я более чем уверен, что конкретно если мы не берем там ПТС про Сирис или какую-то турнирную игру, то когда они запускают паблик, они зачастую друг против друга оказываются. Просто они, наверное, матчапы в центре отыграли великое множество. Скорее всего. Потому что обычно как происходит, игрок самый сильный, ему сложно подобрать. Не бывает такого, чтобы, например, 10 лучших игроков Юго-Восточной Азии одновременно поиск нажали. Скорее всего это выходит так, что берется игрок топ-1, если он поиск нажал, и к нему добавляются игроки уровня похуже, чтобы как-то немножко усреднить общий показатель команды. То же самое, соответственно, произойдет с чуваком, который зашел под топ-2. Вот получается, типа, скорее всего они ищут паблики так, что у них топ-1 плюс несколько игроков в топ-100, и топ-2 плюс несколько игроков в топ-100, вот так вот. То есть они два игрока в центре, которые, по идее, должны каточки тащить. Хотя, конечно, не знаю, не так сильно я следил за этим мидером, может они играют и не в центре вовсе. Рейтинг поднимается. А еще они могут друг другу написать и сказать, так, чувак, я нажал поиск, я тебе скажу, когда я найду игру, потом начинай сам. Будем раков душить. Может и так, да, но с другой стороны, Микотов, мне кажется, наоборот, выгоднее играть против Армелы, чтобы его с топ-1 снести и самому стать топ-1. Мне кажется, Микотов было бы интереснее играть именно против Армелы в паблике. Ну, может быть. Если уж ты добрался до показателя, там, топ-3, да, ранга, то, наверное, у тебя уже единственное желание, которое остается стать топ-1. Ну, как бы, какие еще у тебя остаются варианты, к чему еще стремиться. Так, ироны контролят. По две должны забирать здесь спокойно. По расстановке, по линии мы видим классика, стандарт. Одно только важное уточнение, да, то, что Микотов все-таки закрывал драфт соперника своим микрофосом, поэтому Микотов должна быть линией, наверное, получше. То есть он знал, что пойдет против Вариона. А стало быть, против Вариона должен показать хорошую игру. Так зачастую бывает, когда вы закрываете, но... Тут очень многое будет зависеть от именно умения игроков крипов добивать. Особенно от Армелла это зависит, потому что у него скиллов нет, только пеньками как-то помогать. Микотов попроще, у него нюк есть. Интересно, как сейчас сделали в ABKP, они прям максимально заблочили первую пачку крипов своими фиссурами. И получилось так, что даже под вышкой, то есть вышка помогала им крипов добивать. Потянулась вторая пачка, сейчас все это дело идет уже под команду BOOMID. Ну, не знаю, надо ли было так именно делать, да? Потому что Рейст Кинг, судя по всему, там 2-3 пачки сейчас просто под своим тавером побьет. У него есть для этого филинг-блейн, я думаю, проблем никаких не испытает. Ну, и стоит конторка давить, пойдет даун, давить, пошел, слушай. Ух ты, как глашенка, рассумоешь, что-то жестко. Ужели задушат фиссура? Ой-ой-ой, как опасно. Дремасел сразу пробивает себе проход топориком. Ну, не все получается добить, да, мы видим. Через фиссуру удар сделать невозможно. И просто. Интересный лейнинг пока получается здесь. Интересно. На нижней линии тут стабильнее. Правда, делают пулы на ближайший спаун. Да, и другая команда, крипов выводят, как-то стараются мешать. Гэби получает баф, стрела в крипов, улетела. О, это ферстбат будет, лейтенция нет. ФБЗ использовал стик. Гэби еще один дайгер. И Маратч делает первый бейст. Ферстбат за командой ТНС. Ну, линия хорошая такая получается у ТНС снизу. Фантом Ассасин, Гримстроук. Интересная комбинация. Рабочая такая. Тут и Мирану можно напрягать. На липы ее бесконечно разводить. Бестмастера, как показывает практика, убивать. Бестмастеру нужно поосторожно стоять. Далеко слишком тоже заходить. Не стоит рисковать. Потому что можно и нафидить еще пару раз. Жесткое сопротивление в центре, конечно. Вот так казалось бы, что у Микота должно быть получше. Хотя мы видим, что Хурион тоже неплохо ластхитит. И Денай тоже. Но Микота без маны остался, кстати. Говорит о том, что с Криптата может быть не все так хорошо. Да действительно, Армелловские Денай дают о себе знать. 9 на 7 у него. Ластхитит лучше на Некрофосе в центре. Особенно, когда стоишь. Вот постоянно восполняется запас здоровья и маны. Ну, вроде бы у тебя сейчас и выбор побольше. Не просто Крипы, которые на линии приходят. Еще и пеньки есть. Их тоже можно пытаться отбивать. Ну, Зуфурион просто атаку хорошую имеет. Еще есть под блайтстоном у него 70. И прям анимация такая тоже приятная. Намного приятнее, чем у Некрофоса. Ну, Микота все равно справляется очень достойно на старте. Дальше будет проще, когда нюк свой будет максить. Так, снова на ФБЗ. Стрела снова мимо. И застанили Бестмастера. Бестмастер может второй раз погибнуть. Вот об этом я примерно говорил. Что если будут выходить на эту длинную дорожку, то Гэби там пару раз в даггер успеет кинуть, а то и больше. Так, ну вот тут, кстати, липы тратятся очень активно. И Хайт тоже может погибнуть. Очень ненадежно играет Хайт на Миране. Вот он в очередной раз пытается с Трилой попасть в движущиеся цели. Когда Гэби прыгает, да, под бафом от Марча. Это типа очень странно. Ты же можешь просто подождать. Но понятно, что лучше дать стопроцентную стрелу и спасти все-таки, да, Бестмастера. Чем вообще не попасть. А он пытается, что он на ход там как-то даст, знаешь, как он сыграет круто. Его два раза подряд просто продает Бестмастера, потому что не попадает с Трилой. И сейчас тоже на липах. Побежал делать фраг. Фраг он сделать не смог. И в итоге отдался. Пока Хайт отыгрывает не сам лучшим образом на Миране в сложной линии. Но и легкая линия получается для Тинси хорошей. Особенно для Фантомки. Крипстатом самым идеальным она похвастаться не может. Но за счет убийств, понятное дело, топ на Твор сейчас. Начало более чем удобное. Рыскивает. Тем временем, посмотри, какой фарм. Похуже гораздо. Потому что для Тайтхантера достаточно комфортная должна быть линия. Тут единственное, что Шейкер так себе помощник, опять же. Верно, не сильно мешает Тайтхантеру. Тут стоит себе спокойно. Ему можно даже как-то поагрессивнее, мне кажется, действовать. Правда, мана почти закончилась. Через Мэши используется по КД. Пятый левел скоро. Наверняка будет способность максить. По контролю баунтера он там по две, по идее. Без сюрпризов. Центр выход от Миран. Давайте посмотрим, к чему он приведет. Что если дать хорошую стрелу, в принципе, можно там как-то с косой убить этого Армела. Коса будет. Сейчас как раз шестой уровень мне кто-то себе берет. Но нужна хорошая стрела. Давай, хайд. На сложную не получилось. Без мастера оставляешь в соло. Он там страдает. Поэтому выход должен быть хорошим. Да, стрела замечательная попадается. И в тпш их никаких нет. Коса должна будет прилететь. Четко-четко. Ну, так молодец, хайд. Здесь молодец. Я попал, что называется. Целых 40 секунд. И, конечно, нельзя оставлять центральную линию на 40 секунд. Потому что можно очень много экспы пропустить. Поэтому сюда приходит Феби. Просто уровень поднимет. Если даже не ради экспы, то ради хотя бы того, чтобы вышку не отдать. Потому что катапульта здесь. Если бы сейчас там не было фиссуры. Просто нон-стоп-ми кого-то бы захиливал крипов своих. Они бы танковали. И катапульта бы снесла вышку. Хейст находит себе. 3-2 пока. Ладно. Начало не разгромное. Да, это все-таки не предыдущая карта. Хотя, посмотрим, что будет дальше. В целом, пока можно сказать, что все фармят. То есть, минус одинаково. Даже бестмастер на самом деле. Казалось бы, тайтхантера линия хорошая. Против рейскинга должна быть. И бестмастер погибал дважды. Но у бестмастера просто больше денег. Для 300 у него. А у тайтхантера 1900. То есть, четыре сотни разницы. Это очень большая разница, между прочим. Ты бы, кстати, кого фаворитом поставил до начала матча? Я видел, что фавориты Тин Си. Не прям супер какие-то прям безусловные, но фавориты. Разве? Я на карте видел, что фаворитами были бум. Прям до старта матча. Да, до старта. Значит, и на серию. Я просто смотрел, я кэфы смотрел именно на серию. Там, где за тройку было на 2-0-2-0. Но, по-моему, коэффициент был повыше на бум. Иди. Не на много. Как-то странно. Я вот с самого начала видел, что около 1-7 коэффициент был на бум. На карту, на первую. Слушай, ну после того, что я увидел в предыдущем матче, для меня Бумайди очевидный фаворит. Очевидный. При том, что я не смотрел, как играет Бумайди последний месяц, наверное. Плюс замена, да? Да. Просто я увидел, как играет Тин Си. Мне этого, в принципе, достаточно, чтобы выделить фаворита в матче. Не оставляешь шансов своим любимцам. Они себе не оставляют шансов. Я-то при чем тут? Я переобуваться готов вот с каждой секундой. Вот, вот, буквально. Дайте мне за что переобуться, я переобуться. Вообще не проблема. Но пока равна игра. Пока в этом вообще не придерешься. То есть все, в принципе, делают довольно грамотные вещи. Вот Армад перетянулся на топ, вышку спушил. Хорошо. Сейчас на Фейбе будет атака в Фейбе. Там и вышку хочет забрать Микота. Еще бы Шейкер убить, потому что коса появилась. А Шейкер может из ДНЧ прийти. Стрела. Вот, это хорошая стрела. А это коса, кстати. Ну вот это хорошо. Хайт себе кинул на ход, что называется, стрелу. И вот если в сложной линии ничего не получалось, то сейчас в районе центра Хайт здорово отрабатывает связки с Некрафосом. Получается два довольно важных убийства сделать. Сломать вышку. То есть размен состоялся. Причем вышка в центре, понятное дело, достаточно важный стратегический объект на старте. И команде Бумайди уже станет просто проще играть через мид. Стрела она просто неудачная. Но грим строка за продажных, хотя Ингсвелл отпрыгивает, конечно, Хайт из-под Ингсвелла. Но Микота все-таки застанился. И Марч просто сваливает у него и сапог. Достаточно мувспит хороший. ВК уже спрятался в лес. Есть у него фейзи перчатка. Типичный такой билд. Дальше Рейденс, если все пойдет хорошо. Если нет, то может всегда передумать. Талибарду какую-то на команду придется брать обязательно. А кто, если не ВК, может ее купить? Может быть, мастер когда-то попозже. Я в последнее время вижу рейс кингов разных. Но разности у них в том, что один рейс кинг может позволить купить себе перчатку, а второй не купит себе перчатку. Рэвэйдж! Снизу. Праймал рост был потрачен. Микота пытается взять. На нем сайленс повесили. Моментальный минус. ФБЗ делает телепорт. И здесь телепорт спить было уже нечем. Хэби все потратил. Кто-то покупает перчатку до сборки рейденса. Кто-то не покупает перчатку. Такая вот разница между рейс кингами. То, что все покупают рейденса в основном, это правда. Ну, бывают еще, конечно, билды с армлетом. Тоже не стоит забывать, что такой билд возможен. Но если мы конкретно говорим о рейденсе, то кто-то берет перчатку, а кто-то нет. Вот тебе как больше нравится? Перчатки или без перчатки? Мне кажется, перчатка окупает. Это надо считать, конечно, прям тестить. Просто чистить лес нон-стоп с перчаткой до появления рейденса и без нее, и сравнить тайминги. Надо подумать. Ну, главное, чтобы эта перчатка не была бесполезной в будущей сборке, да? Ой, смотри-ка, комбинация Винтерскерс. Стрела. А урон не хватит. Старшторм второй только. Чем бить-то? Комбо прикольное, но сейчас за это комбо будут отлетать уже на развороте. Да, Гримстрог подошел. Фантомка получает баф, убивает. Странный выход. Тут, если нет, опять-таки, рядом какого-то Некрафоса, то убивать просто нереально, потому что суппорты сами по себе довольно слабые в раскачке. Хоть и шестого уровня Винтерверна, но там в той ситуации некуда кинуть спинтербласт, на который она сделала ставку. У нее третьего уровня прокачки спинтербласт, да? То есть не от кого отбросить, чтобы дать дополнительный нюк. А у Мирана просто шестого уровня, где второй старшторм был. В тот момент. Сейчас третий. Плохо получилось, потратили Винтерскерс, не сделали фраг, фраг отдали. Сейчас в центре еще вышку будут терять. Приходит Рейс Кинг на защиту. Далстан, Тавр. Дунает Рейс Кинг, здорово. Ультимейт Фуриона полетел. Ну что, здесь драки, наверное, никакой не будет все-таки. За что драться? Драться-то уже не за что. Ну и снизу бы мы успели вышку забрать. Пока у них края, вижу только худ есть. Плюс тысячи сверху. Ага, здесь нападение на шейкера, который потратил весь свой прокаст для... Для того, чтобы ничего толком не сделать. Он даже ни одного крипа, по-моему, не забрал. Просто выкинул к игре и все. Хочу посмотреть Фэби, насколько он практикует вообще. 181 ранг у него. Ну слушай, паблик-то играет. 181 ранг это неплохой ранг для тренера. Я думаю, все тренера поигрывают рангет. Вообще паблики какие-то вещи для себя подмечают. А если он еще и высокий рейтинг имеет, то точно что-то да умеет. Так, здесь на Армелла планируется выход. Стрелу нужно хорошую дать. А там контр-выпад. Там под смоками ТНТ. И Мирана не встретила этот смог. Бисмастер сам нашел. Телепорт пытается сделать. Ну а ревидж просто. Остановочка. Не церемонялись с бисмастером. Ну было бы в разы обиднее, если бы он, конечно, просто ушел перед их носом, да, через телепорт. Тогда было бы, конечно, совсем ужасно. Потому что они смог потратили там время кучи героев. А так хотя бы ревидж отдали. 100 фраг сделали на бисмастера. Тройку забрали, не саппортировали. Да, все. С другой стороны, чуть посвободнее будут БМАДи сейчас действовать. Не понимают, что прям полноценного кофайта ребята из Синси уже не покажут. В ближайшие там 2 минуты. Поэтому в целом можно побегать. Аккуратно пофармить. Ура скинга, между прочим, 3,5 тысячи. То есть, с Аграт Реликой не так много остается. Ну, игра равная пока. Пока абсолютно равная. Если даже смотреть там по мидерам, например, да, разница в 100 голды по киль, разница там в 300 голды по оффлейнерам, разница в 300 голды. С спортом там та же самая ситуация. То есть, все прям ровненько максимально. Обычно, когда все ровненько, рано или поздно происходит вот этот взрыв. Когда большое количество смертей в одном из файтов, в одной из команд, сразу же означает большое отставание после этого. Потому что, как правило, забираются вышки, убивается Рошан, герои возрождаются долго. И чем позже вот эта большая драка произойдет, где одна команда ее с большим отрывом выиграет, тем эта разница может стать сильнее резко. Так, Moonlight Shadow. Попытка выйти вниз, атаковать Марча. Марч то ли прочитал, то ли просто не высовывается пока под свои тир-2. Фантом Ассасин, кстати говоря, близко к тому, чтобы купить себе бои. Достаточно быстрый будет у Кэпи. Но у него старт прикольный, 2-0-4. Все хорошо получилось. В общем, ничего не получилось с командой Бомади, в свою очередь. А, вот могут Винтер Верн найти. Винтер Верн, Артик, Берн, Телефорн. Что-то не получится. Можем отметить, что Тинси стали меньше ошибаться в каких-то простейших моментах, да, в этой карте. То есть, играют уже чуть надежнее. Грубейших ошибок мы не видим. Пока не то, чтобы прям как-то хайлайт, да, соперника они тоже, можно сказать, не зажали там. Но игра идет в лейд уверенно. А, как мне кажется, чем ближе к лейду, тем проще Тинси доту играть с их пиком. Так, давай не сглась. Ну, что я вижу, то говорю. Пока даже нет предпосылок к тому, чтобы что-то менялось. Да неплохо это дело. Понятно, что Рейс Кинг сейчас купит себе Радианс. Там начнется какая-то, может быть, душка от команды Бомади. Стрела залетает. Хорошая стрела, качественная. Ну, Праймал Рор, наверное, лишний здесь был. Мы решили, что вообще Марш ничего не раскасталывал. Забирались далека. Там Микрофос даже косу давать не стал. Оставил на всякий случай. На топе пушат уже сами Тинси. Глиф уже был потрачен. Делается телепорт. Тайдхантер, реведж готов. Есть Владмир. Винтерскерс интересный. Шейкера. Залетает стрела. Хорошая стрела. Кстати, косой накрыли на шейкер. Но тут Винтерверну разменит Кландембрейс. Лидать не успевает. Кнопку нажать. Перехват от Рейс Кинга. Ну, как перехват. Темно-станно-то дотянется. Нет? Нет, не дотягивается. Абсолютно. Нужен Блинг, конечно. И Рейденс еще не подъехал к этому моменту. По итогу что получилось? Снизу фраг, сверху фраг. Размен на Винтерверну. Тир-2 вышку вроде пока защитили. Реведж потрачен не был. Поэтому, если что, команда Рейденс драться будет готова. Ну и Фантомке появляется самое главное БФ. Причем довольно быстрый. 16 минут. 2.05 у Гэби. Дальше, соответственно, БКБ. Дезолятор. Стандартная сборка. Ну вот... Ну, а там Рейденс уже есть. Так что... Здесь у них равенство. Да, но вроде как у Фантомки вот с появлением этих шмоток, казалось бы, фри игра. Да, вот летай, убивай. Но! Подмечаем, допустим, то, что сквозь БКБ работает много ультимейтов. Это Винтерскерс. Это Праймал Рор. Это, между прочим, коса. Ее можно ради просто контроля откинуть соперника. И Рейскинга 2 жизни. То есть игра у Фантомки может быть... Будет и не такой простой. Контролить ее есть в чем. Вот она прыгает в Винтерскерс. БКБ, например, действует 10 секунд, а Винтерскерс работает сверху 4 секунды. А то и 5,5 на последнем уровне прокачивать. Вот. А на Рейскинга, на 2 его жизни, надо как-то распределять ресурсы. Рэвидж он все-таки только один. Эхослэм он тоже один. Шейкер может прийти в драку, дать свой прокаст и просто не выйти из драки, чтобы потом продолжать контролить. А больше-то его и нет толком. Такого внушительного. Да, все так. И это мы только в Интерверну учитываем. А еще есть Бестмастерс, Праймал Рор. Там тоже, чтобы дать arrow, дают хороший arrow. Кипи все сбросил сразу. Коса прилетел. Ого-го. Так что он давал... Повод на Рошану зайти. Да, 65%, 70% здоровья. Но Крид залетела от Римаселла, и ХП стало меньше 40%. Рошан. Чем больше я пытаюсь проанализировать драфты, тем больше у меня пик команды Бумайди нравится больше. Мне с самого начала он больше нравился. Да, я помню. То есть опять этот Тайтхантер ненадежный очень товарищ. Понимаю его потенциал в очень поздней игре, но в районе 30-й минуты плюс-минус... Это герой, который силен только своим ультимейтом, действительно. Там дэмэджа он много не срежет, а если срежет, то только ВК, Некру. Плевать как-то на этот дэмэдж. Некра зафокусить. Вот у меня вопрос. Как можно быстро в такой ситуации? Учитывая его сборку. А еще же хорошо сейчас Саленс работает у него, фуриона, который он собрал. У Микота против Саленс пока ничего нет. А, грифсы в ров. Грифсы же есть. Вот. Да-да. Учитывая сборку, и Фантом Ассаси не сможет Некра зафокусить. Там сразу же Астрал и... И все. Ну, в смысле, Гошрауд. Верхний вашей силы света атакуют. 7-8. Спокойная такая дота у нас, да, получается. Без убийств. Как-то все размеренно. ТНС не хотят ошибаться. Они уже наошибались прошлой серии. Естественно, не хочется сегодня заканчивать день 0-4. Ну, что такое 0-4 для ТНС? Это же полная катастрофа. Это же полный провал. С учетом вчерашнего 1-1 и сегодня 0-4, то есть это будет по матчам 1-2. И скольки там из шести команд? Сколько у БТС просит? 0-1 в 10. 10 команд, ты что? А, вот там же команда. Тогда ладно. Нет, тогда еще поиграть-то можно? Мы же месяц будем эту лигу смотреть. Месяц. Покайфом. Шейкер Блинк себе купил, кстати, 21-й. Молодец, Феби. Смог. Феби, который смог. Нет, нормально. Тогда, в принципе, начальное поражение тут не так сильно будет. Вообще, рано будут делать какие-то выводы. Даже после, там, пятого игрового дня. Потому что матчей слишком много. Да кто знает, там сейчас какие-нибудь фавориты начнут выделяться. Все, кто выиграют сейчас у TNC, значительно свои шансы увеличат. То есть Android, Fnatic, там. Ну, Fnatic я не ставлю под сомнение, что они выйдут в топ-4. Тут без вариантов. Потому что топ-4 правильно выходит. По нашему голосу и интонации мы говорили о том, что там TNC могут куда-то не выйти. Я просто к тому, что тут, чтобы не выйти, надо занять ниже восьмого места. А, так, да. Я вот по этому параметру. То есть даже если там TNC стартанут что-то из разряда 1, ну, одна ничья, там, 4 поражения. То есть занять восьмое место – изи вообще, да? То есть даже в такой ситуации. Проходит две недели, и мы врываемся на эфир, на первый матч плей-офф. TNC не вышли. Изи. Нет, там такие паровозики есть. Слушай, там команда X-A-Creation, там команда… Reality Rift пока тоже плохо отыгрывает в последнее время. Да, Reality Rift. Явно проблемы испытывают. А что про LGD Int можешь сказать? Ну, мне состав-то нравится. Они взяли китайцы МСа вместо Блэка, естественно, наконец-то. Играет Ахджит. А не знаю, что мне не нравится, почему Ахджит играет в центре, а МС играет на лёгкой. Вот, если бы они поменялись местами, было бы, мне кажется, круче лучше. Я просто посмотрел парочку матчей с их участием недавно совсем. Игры 3-4 на лиге. С потенциалом команды, короче. Ой, Тайтхантер-то может ничего и не нажать. Коса прилетает, урона не хватает. Тайтхантера есть, классный по всем. И надо просто бить. Однако, Винтерскюарс и Тайтхантера добили. Шекер, который прыгнул. Эх, и слэм не дал. Это файт имени Бестмастера, друзья. Вы как хотите, но Бестмастер тут победил. Потом пытается, что-то БКБ разрезать соперника. И все, и БКБ заканчивается, никого не убивает. И дальше можно убивать Фантом Ассасин. Какая жесть. Короче, ладно, здесь не только в БЗ. Тут Зикьют как сыграл. Они Тайтхантера не добили. Залетел реведж. Он успел дать Винтерскюарс до реведжа. Фантомка не нажала БКБ пила своего Тайтхантера. И после этого Шекер влетает в троих и получает праймал рору, не дав пока слэм. Это же просто жесть. Ну дать рор быстрее хаслэма? Это фантастика. Это реально что-то из области фантастики. Так, я бы тут вырезал все-таки Винтер Вивера, но центр забрать будет трудно. Воскрешаются же герои команды Тинси. Боже, какой нефарт у Тинси в файте сейчас был. Просто нефарт. Микота на отходе. Но Рейскинг здесь, на самом деле. Слэм остался, если что. И туда можно влететь. Шекер, 4 секунды КД. 3 секунды КД. Но надо время выигрывать. Время есть, в принципе. Крипы подошли как раз. Ну-ка. Ух ты, какой крит. Микота. Боятся, боятся. Креш против Некрофоса. Драться. Грифсы через 3. Там сейчас Винтер Верна появится. Сможет через тир-2 вышку быстро прийти. Ну файт однозначно с командой Бумайди, конечно. По экономике этого не видно, но... Что произошло в файте? Я думаю, там такая минус морали у команды Тинси. Ну и сам главный реведжер нет минус. Драться сложнее. Здесь еще ВК сейчас доберется до 18-го левела. Вот это самое главное для него сейчас. Качать ультимейт. И тогда... Дважды его подряд убить будет очень сложно. Так, здесь находят Армела. Армел, Рор, затем Стрела. Тиммейтов рядом нет. Армел погибнет, вероятнее всего. Хотя... Хотя... Не-не-не. Там уже... Комбинации под Мирану, кстати, очень много, да? Оказывается, Бумайди. Вот на стадии Ленинга этого не чувствовалось. На стадии Ленинга... Может, там и не было комбинации, да. А вот сейчас по игре смотришь, под Рор Стрелу, под Винтер Скёр Стрелу, может быть, под Стан Рейс Кинга Стрелу, может быть, под Косу какую-то... Ой, как они пытаются. Ну не хватит же! Ну что за нападение? Это Некрофос. Там очевидно было, что не хватит урона. Он всегда спрячется от физического дэмэджа. И теперь уже главное, чтобы сами поуходили отсюда ребята из ТНС. Фантом Ассасин останавливают. БКБ заканчивается. Коса. Коса, конечно, рановата, но это просто контроль. И убивает Фантом Ассасин. Неважно, сколько она там будет в таверне сидеть. Шейкер следом. Ну что за нападение? Почему именно Некр худшую цель выбирают? Они БВК скорее убили, чем Некра. Причем Дизолита не было, да? Чтобы побольше ДПС взять немножко в этом моменте. К тому же Сильвер Эдж. Да, друзья, да. Ну, очевидно, конечно, что Фэби явно не выглядит, как там достойная замена Тимсу, да? На четвертой позиции. Очевидно, что Тимс там не ошибался так сильно о Шейкере. Но при этом проблема-то основная команда Тимси не в этом. Не в Шейкере, очевидно. Проблема в принятии решениях. Проблема в нажатии кнопок. По ходу дела, Бум повезло играть вторыми с Тимси. Android всю мораль просто испортили. Еще замена. И Бум на расслабончике просто против Тимси первую встречу в лиге проводят. И могут тоже за здравие начать. Безусловно, эту карту еще как-то могут выиграть Тимси. Но веры все меньше и меньше с каждым файтом. С каждым каким-то моментом даже. Не полностью драка. Просто какие-то микроэпизоды. Все меньше и меньше веры. Все меньше и меньше веры, например, в Nature's Profit'а медового. Который ничем не отличается в файте. Он не приносит столько пользы, как некор. Он просто бьет руками. Или убегает. Это не то. Тейтхантера останавливают. Будет попытка его убить. Коса не скоро. Но контроля вроде достаточно. Там Шива еще есть. Все равно все сбрасывается. Но вот уйти и спасти здесь Шива, которая дает кучу обзора, кипит. Никуда не сможет уйти. Реведж, естественно, тратить не нужно. Толоко бьют. Еще и коса откатилась. 90 секунд, кстати. Почти как КДР, Вейджи. Вот повод пойти по нижней линии. Например. Там параллельно ВК толкает центральную. Там тоже вышку можно попробовать сломать. Она битая. Реально просто заходить на хайграунд, ломать линию, а то и две. Потому что без Тайтхантера драку такую крутую уже не провести. И с ним-то нелегко будет. А без него так совсем без шансов. Подбегает Бистмастер со своими самонами, со своей аурой и начинает команда ломать. Бараки. Можно приключаться вниз. 40 секунд. Еще осталось. Там Митюр Хаммер, если что, у Виверны. Да, он красный Тайтхантер использовал после Винтерс Керса. Прикольная комбинация. Тут вывели у Фантомки БКБ. Просто удар с Сильвереджа сделал Дремасау. Там Томка вынуждена была нажать БКБ, чтобы не погибли. Сейчас БКБ нету драки. 55 секунд, об этом известно по Майди. Поэтому можно, в принципе, нагонять. А снизу Армел. Интересно. Там еще Крэгги Кот. Перехватывать. Оно вот так вот. Блинк, Винтерс Керс, стрела. А теперь еще Митюр Хаммер сверху. Комбо, конечно, жесть. Контроль великолепный. Ты в первый раз видишь Митюр Хаммер на Виверне? Нет, не первый. Не первый. Мне как-то не везло. Да нет, сколько уж так бы практиковалось. Я Виверну, в принципе, в драфтах не видел. Уже, наверное, матчи 30, которые подряд комментирую. Если не больше. Крэгги Кот у Некра. Ну, это вообще до свидания. 8 плюс 38 брони. Фантом Ассасин его никогда в жизни не убьет. Просто без шансов. Секунд 40 надо его бить. Ну, Кот скоро возьмет себе 20 левел. А что у нас там? Ну, там талант можно на сопротивление взять дополнительный. Нет, сопротивление здесь не нужно, да? Ну, а левый зачем? В драке. Не даем регениться, ничего. Просто идем. Там регена-то нет. Так, удар по Тайт Хантеру. Оу, 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 оу. Быстро могут вынести Рейс Кинга первый раз. Окей. Он будет реинкарнироваться. Пошла Шива. Нажимается Рейс Кинга. Ну, второй раз можно. Хорошо, Гэби можно взять Праймал Рорах и Слэм. Да, минус Рейс Кинга. Остается Некрофос. С ним пытаются справиться. И фиссура замечательная. Гэби бьет. Камбэк от ТНС, друзья. Кажется, минус 3. Хорошо, самое главное вовремя. Потому что Рошан есть. Круто, круто. Бумайди уже шли заканчивать эту игру. А тут выяснилось, что могут Рейс Кинга так забрать. БКБ у него не было. За контроль смогли уничтожить. Да, это сыра Егис для команды ТНС. Ну, фулл камбэк. Фулл камбэк. Если уж не по экономике, по ситуации на карте. Точно камбэк. Ну и вот этот момент, когда Рейс Кинг на 100%. Задумается уже о покупке БКБ. Вот он уже поставил. Себе осталось денег накопить. Без БКБ все равно тяжело. Шейкер Тайтхантер показывает практика, что даже за эти способности успевают его убить. Даже дважды. Да и вам БКБ, конечно, уже. Купить Блокинг Бар. И, соответственно, будет дольше жить. Больше урона нанесет. Все остальное. Но, с учетом того, что у соперника Егис и Сыр, сейчас придется какое-то время, конечно, поиграть аккуратно. Вот сейчас он неаккуратно играет Гис Кьют. На него быстро нападают и убивают. Легкий фраг. Легкое убийство. Ну, чейн фит, главное, не начать сейчас команде Бумайди. Да, потому что можно вообще все преимущество растерять, которое у них было. Башер появился у Фатом Ассасин. Так, еще герои нашли. Вот такой примерно фит. Бумирана. Лип, лип, лип. Гэби до конца, нет? Опасно. Опасно. Сейчас надо переждать Бумайди, пока закончится Аегис. Ну, или как-то очень аккуратно подраться. Убить всех остальных. Ну, поймать типа Гэби, который вот так вот сейчас один остался. Команда, ну ладно, команда рядышком. Все-таки развернется, поможет. Там, правда, идет Рейс Кинг набегает просто у соперника. И теперь удар, сервера же, как же мощно. Еще и залетает Стрела. Но тут без шанса летает Хантер. И остальных ловить. Оп, нашли Гэби Праймал Рор. Гэби стоять. Надо подержать, правда, чтобы Гэби тут не смог поубивать на развороте. Госцептер сразу используется, потому что Гэби, Гэби. Гэби пытается отъедаться. Гэби теряет свою первую жизнь. Ну вот, теперь уже закидована команда ТНС классически. Стрела залетает точно прям в реинкарнацию Гэби. Шикарная игра от Хайда и Стрела. И накрывает все это дело косой просто. Ну вот так вот преимущество ТНС и был, называется, бедя Егиса. Вот таким образом они его слили. 100 секунд. Байбэк есть. Возможно, придется выкупаться, потому что Бум явно планирует пойти до конца. Все у них для этого есть. Как же легко, да, было убить Тейтхантера через Силю Рэдж. Да, очень легко. Кстати, я не уверен, что сейчас в команде Бум Айди опять нужно куда-то там убиваться, в какую-то линию. Потому что, ну, Тейтхантер уже жив. Окей. Потом Ассасин, в общем-то, выкупится, да, скорее всего, и придется. Но драку по той же самой стратегии ребята из ТНС могут выиграть. Винтер Скёрс такой-то уже не самый понятный. Там Рэвэдж залетел по всем. Пытаются Винтеру Верну быстро убить под Сайленсом. Кримсон Гард работает. Некрафос стоит лечить. Колден Брейс на себя. Колден Брейс, кто будет пробивать? Гаш. Стрела залетела в Армал. Армал не бьет. Бьют тем временем Тейтхантера. Праймал Рор дальше в Гримстрока. Минус Винтер Верну. Фантомка не выкупается. Все еще не выкупается Фантомка. Тейтхантер выкупается, но не выкупается Фантомка. Шейкер прыгнул, их ослэма нет. Фантомка не выкупается все еще. Вот, она выкупается сейчас. Окей. Ну, давайте теперь убивать. Двоих связали с Албиндом. Попытку бить Некрафоса его стирают. Рейс Кинг первую жизнь свою потеряет тоже. Стрела. Не уворачивается Гримстрок, бедняжка. Так, но Роскинга должны будут убить второй раз. ВКБ у него все еще нет. Поэтому уничтожен. Очень, очень долго Гэби думал своим байбэком. Очень долго думал своим байбэком. Потому что выкупись он пораньше, каких-то байбэков с его тиммейтов можно было бы и сохранить. Да, вот лишний байбэк с Тейтхантера, с Гримстрок, с Шейкера. Потому что в любом случае выкупаться-то приходилось. В любом случае. Бомиди шли с идеей только одной. Идея фикс. Это чтобы Фантомка байбэк использовала. А из того, что Гэби долго думал своим байбэком, байбэкала вся его команда. Потеряла по экономике очень сильно. Сейчас команда ТНС не имеет права на ошибку. Много байбэков слишком потрачено. Четыре суммарно. Да. Сейчас, конечно, в ответную хочется тоже байбэки выбивать. Но ситуация-то какая? Глиф есть? Есть. Теперь два вышку пока уничтожат. Есть экзекьют, который может выиграть время своим Минтерскерсом. Микрофостом 25 секунд респауна. Команде Бомиди байбэкаться не придется. Еще и бестмастер крепскипы тут пытается. С аманами своими. И грамотно делаешь. С Марч пойдет впивать просто. Не хватит сил, наверное. Там Марч не из простых у него. О, гоним. Да, еще и Шайкер помогал. Не получится. Просто выиграл время. Все, никаких байбэков Бомиди не тратили. Теперь еще одну драку выиграть. И там уже команда ТНС без байбэков играет и не вытянет. Все, поставил ты на них крест. Не веришь? Нет. Понял. Понял. Принял. Так, что вокруг да около ходить? Ну, у меня тут байбэк от Гэби очень смутил. Я не знаю, чего он так долго ждал. Команда все отдавала для того, чтобы хоть как-то сдержать соперника. В итоге потеряли слишком много на этой защите. Слишком много. Ну и в смоках Бум. Пошли на поиски людей. И... Там Рыскинга нет поблизости. С ним не взять. Без него, вернее, не взять. Сильверэдж нужен. Иначе будут долго бить Тейтхантера. Бум Айди, кстати, могут поаккуратнее сыграть. Честно, они потеряли все баунти, пока вот так вот бежали искать соперника. Хотя 5000 преимуществ у них осталось. Хотя было 9 только что. Вот. БКБ наконец появился Рыскинг. Это первый момент. Второй момент, конечно, нужно до Рошан, наверное, дождаться. То есть байбэке там кулдаун очень большой. Рошан появится явно раньше. Есть смысл подраться именно на Рошпите. Там, где у команды Тинси не будет возможности выкупиться. Команда Бум Айди сейчас тоже возможности выкупиться нет. Но это дело наживное. Инксфелл на иллюзию, которую сделали с Рыскинга. Какая она жесткая. Ты посмотри. Это портрет. Как он лупит. Ну, он и в прошлой драке нормально лупил. Но... Вот все равно хуже оригинала. Не хватает. Драки-то полноценной нет. Эти кнопки у Тинси появились. Сейчас Бум Айди дофармит на своей байбэке. Ну, вот пытается как-то, да, вот напасть. Сейчас делать какой-то open-фраг. Очень хотелось бы убить фантомку. Мне кажется, лучше убить Тайдхантера. Это классическое. Давайте убьем Тайдхантер до реведжа. Или никуда до блэхола. Ну, если ударит ВК с Сильвера, то убьют. Вообще без проблем. Так, ну, ждем следующего Рошана, возможно. Тоже важный будет момент. У Тинси сейчас, в принципе, нет желания особого драться. Они будут драться только, если на них нападут. Потому что рисковать без байбэков не стоит. У соперника все байбэки есть. Ну, потенциально там двум героям денег не хватает. Но об этом Тинси не знают. Поэтому Тинси даже друг от друга не отходят. Понимают, что бум всегда могут просто толпой пойти и напасть. Только Фурион может себе позволить. По понятным причинам. У него, кстати, 4700. Ему бы что-то купить себе. Оставить на байбэках, в скобочках. Ну, допустим. И все равно что-то купить. За 2000? Что-то там, может, себе требовались. Пожалуй, ничего. Еще фармить и фармить. Ну, не, единственное, просто байбэк есть. Байбэк нужно ставить киндерскерс. Гримстрока нашли. Так. Реведж сразу. Раскинг нажимает по КБ. Так, верну поймали, но есть форстаф. С одной стороны реведж, с другой стороны нажали по КБ на раскинг. Сол бинт. Неплохой, кстати, дарк портрет пошел вперед. Икс Вол не сработал на портрете. Так, дарк портрет уничтожен. Ну, бомб-то в плюсе здесь без вариантов. С одной стороны реведж. Раскингерс и БКБ 10 секунд, да. С другой стороны реведж и сол бинт. Ну, портрет, понятно, что он быстро перезаряжается. Сол бинт, в принципе, тоже. Но вот реведж, да, реведж потратили. Наверное, бумайди из-за этого плюсе. Ждут Рошана. Таймер сработал бы достаточно большой. Еще целую минуту ждать. Армал те времена сплитпушит нижнюю линию. Сломал вышку. Если что, там будет готов Тир-3 грызть. Он уже, кстати, начинал подобное делать на верхней линии. Там треть здоровья вышки уничтожено было. Хеакс приобрел себя. Он не оставляет тебе денег на байбэк, кстати. Все в одну драку. Может быть и прав. Потому что один байбэк ни на что не повлияет. Скорее всего. Тоже верно. На самом деле, вот настолько хороши тайминги для команды ТНС именно в плане появления Рошана, что у них может даже кулдауны на байбэк пройдут. Потому что остается там минута, ну полторы минуты, да. Понятно, что Рошан появится все равно раньше, но пока там драка, пока еще что-то. У Тейт Хантера денег нет. У Фантом Ассасин тоже мало. Под смоками зашли в тайминг. Не самый удачный. Под сороковую минуту пытаются балансерун. Здесь забрать. Чуть шмотки выбивает сейчас Эншентов. Две прям очень полезные шмотки четвертого тира. Ох, какой сейчас сюрприз будет. Смотрите, что происходит. Команды дошли. И Винтерскерс может отдать. Вот Винтерскерс. О, вот он Винтерскерс. Гримстрок, и, собственно, команда метелит. И Метеорхаммер туда в тайминг. Да зачем хоронить команду Тинди так сильно? Ооо, это было очень больно. Но Винтерскерс был просто шикарным. Потому что БКБ ТП от Гэби. Так, и пи, и пи, и пи. Пытается улететь. Успевает улететь. Ничего себе. Просто успел. Кью-то организовал самостоятельно. Винтерскерс и Метеорхаммер. Жесть, просто жесть. Вообще верно MVP карты. Ноль каких-то бесполезных действий. На, красавчик. Здорово отыграл. Ну что, Рошан появился. Но тут понимают, что двух героев нет, по идее. В три кор-героя остаются ребята из ТНС. С реведжем, конечно. Но БК без БКБ на Фантомке. Поэтому хотят линию сломать. Как минимум, бараки снизу. Учтожив. Это не бесполезные саппорты. Саппорты, которые могут повлиять очень сильно на исход файта. Поэтому без них драться тоже очень страшно. Надо мега-крипов делать просто и всем. И потом отходить на Рошана, если страшно. Если нет, то заканчивать игру. Фотовка. Что придумает? Госептор, реведж. А там Госептор успевает нажать просто. Там просто Пантом. Митроверн ее не убить. Госептор, Роман, ДПЗ не убить. Есть Солбин, конечно. Праймлор, байбек от Гримстрока был. Байбек есть у Шейкер. 5 секунд, он боеваться не хочет. Что там Сатанику? Неплохо, кстати, говорят. Сатанику фото-массасин работает. Лечилась на фулл-столбик. Бэйс Кинг реинкарнируется. Идет драться. А БКБ не нашел. Что ж он не нашел БКБ? Минус ОБЗ. Некрафоса бьют. Хекс был. Саленс повесили. Инкс вайл. Фантомка прыгает. И минус 3. Бэйс Кинг решил кнопки не нажимать. У него и стики, я смотрю, были. И иллюзия была. Со шмотки. И Рошана отдали. О-о-о-о. Это бумаги, друзья. Это бумаги. Ну, хорошо нижнюю линию сломали бараки наверх, то куда их просили идти. Зачем? Они так долго ждали этого Рошана, чтобы отдать его сопернику. Браво. Круто. И рефрешер шард для Тайтхантера. Или для Шейкера. Но байбекаться еще придется, скорее всего. Интерскерса? Нет. Глиф. Окей. Придется байбекаться. Если сейчас после байбека они драку проиграют, они проиграют эту игру. Команды TNT просто есть все теперь. Они с Аегисом, они и с байбеками, что самое главное. Денег только у кого-то не хватает. Могут купить. Да, Рейс Кинг просто байбекается. Ну все, одна ошибка, и ты ошибся. Как себя бумаги поставили в такое положение-то сейчас? Жесть. Гэби. Утар. Стрела. Залетела. Бьют. Бессура пошла. Портрет снова в Рейс Кинг. Гаши из Форстаф. Толд Эмбрейсом его защищает. Фантомка в это время просто разрушает. Тир-3 сверху бараки уже упали. Некрофос байбекаться не хочется. Фантомка снова получает стрелу стан. Продолжения никакого нет. Она отпрыгивает. Интерверно здесь Винтерскерс крутился. Погоня в исполнении команды Бум. Останавливают. Значит, профит. Наглый телепорт. Без БКБ даже. Метеор Каммер. Дальше стрела залетает. Ну, пока вроде живет. Живет. БКБ нажимает и будет дальше драться. Мирана. Теренем Эбисол Блейд. Праймал Рор фантомку. Фантомка постоит. Она под Сатаником. Праймал Рор быстро сбрасывается. Есть Сол Бин. Связывают Микота и Дримасела. Неплохо, кстати говоря. Пока никто не погиб. Гаж двойной. Залетают дагерочки двойные. Но урона там немного. Сохранили центр. Окей. За байбек Рейскинга. Потеряли топ. Игра полностью выравнивается. Даже не выравнивается. Скорее, это плюс для команды ТНС. Айгиста они не потеряли. Реведжи есть с рефрешером. Еще и ДД находит в Габи. Нужна Рапира. Рейскингу. Очень много промахивается по Фантому Ассасин. Осталось только накопить на нее. И посмотреть, возможно, на последнюю драку. На Сыр развели Армела. На БКБ развели Армела. Ну такое, да? Да. БКБ там 6 секунд. Страшно абсолютно. Ну Тайдхантер с двумя реведжами под Фантомку. Я не знаю, способна ли команда Бомагита все дело пережить. Опять-таки вопрос, как расконтролить Винтер Виверна. Успеет ли дать грамотный Винтер Скерс? Успеет ли Бестмастер сунуть кому-то Праймал Рор? Много нюансов. Перестал быть Некрофос заметным, да? Как-то Микота вроде бы и есть в драке, но убийств с косыма не видим. Очень хочет Афон себе 25-ый и съедает книжку. А, что там в 25-ом? Ну я думаю, что правый талант, да? Усиливать Херстоп Рау, который он усилен в 20-ом. Такие проблемы себе бы Майди сами организовали. Просто одним вот этим колом ребята пойдем на топ. Из того, что они пошли на топ, они сейчас... Ну еще пока не проиграли игру, но им максимально трудно будет возвращаться. Вот, а ты не верил в ТНС. Не верил. Не отказываюсь, не верил. Как же Бум бояться выйти с базы, как же бояться что-то придумать. Так, ГБ. Нашли, нашли Фантомку. Стрела мимо. Ладно. Стан Рейстинга. Фантомка пока не реагирует. Но эти станы по боку. Испугались. Да как тут не испугаться? Вопрос просто, чего они могут дождаться, да? Вот, нужно ли им не агрессировать и сидеть на базе. Такой вопрос. Поставили вард. Нашли Рейстинга. Прыгают. Рейстинга. Сразу Форстаф и Эбисал Блейд. Рэвэдж под него защищают. Рэвэдж раз. Второй рэвэдж, наверное, стоит на Рикарнат. Еще первую жизнь они сбили ему до сих пор. Лол, он убегает. Нет, Строфа Фейд достал. Теперь он появится. Есть рэвэдж, еще один Тайкхантер. Нажимается БКБ. Потомка прыгает. Ингсвел на Микот. А теперь будет Винтерскер с Тайдхантера. Интересно. Тайдхантера никто не бьет. Залетает Метеорхаммер дальше. Праймал Рор. Там фокусят Некрофоса. Некрофос. Использует Глоссшраут. Новый хилист, новый регент. Но урон-то никто не наносит. То есть они, конечно, в контроле держат. Там Ассасин стрелу ловит. Рэвэдж еще один. Так. Эхо слэм в одного. Бестмастера только. Все еще бьют Микот. Микот и есть в Байбеке. Он сейчас должен покупаться. Накроет ли Шейкера хотя бы Шейкер. Лоу ХП. Урона у команды Бумайди просто нет. Вот они здорово кидают весь свой контроль. Контролят вроде бы соперника. А урон никто не может нанести. ВК не бьет. Он не может просто бить. В отличие от Фантом Ассасин. Он пока там доберется от цели к цели. Фантомка прыгает по ним. А ему пешком надо доходить. Стрела. Сочная. И добить. Еггис. Его бы хотя бы выбить. Ну да. Старшторм. Дэханда прыгает. Не хватает. Да убейте же вы ее наконец-то. Неа. Они реально не могут. А Еггис закончился. И вот сейчас. Вот сейчас Гэби. БКБ нажимает. Пытается уйти. Как же хорошо. Сыграл Фурион. Сейчас заблокировал путь ВК. Который не мог пройти толком. Видит. Видит. Видит Фантомочку. Видит Фантомочку. Старшторм полетел. Гэби стрелу получает. Хайт. Хайт. Ой жестко как. Миранда до конца просто пошла. И хайт нашел. И стрелой попал в спину. Они все это время просто ждали. Когда у нее закончится Айгис. Какая же игра получается. Жесть. Причем отметим. Что у Рейс Кинга не было байбэка. То есть у него на кулдауне. То есть у него эти деньги. Им нужно было тратить. Но он дрался без 5000 натворост. Если бы он сейчас проиграл драку. Где погиб Банте. После реинкарнации в том числе. То он погиб там. С 5000 натворостолишник. Это было бы очень обидно. Но все вроде обошлось. Ну что прям реально рапиру покупать? Так а варианты какие? МКБ. Мне кажется просто взять рапиру. И попробовать. Осталось-то копейки. Нафармить. Плюс с байбэка не будет еще 2 минуты. Ну это опасно. Просто рапиру можно отдать. А можно не отдать. Не, ну если так рассуждать, конечно, туда. Там даблдеммер сейчас заспамил. С мой курьер мимо пролетает. Там додэ сейчас. Прокликал? Да, прочекал. Окей. Есть информация по додэ. Додэ плюс рапира. Ну вот додэ рапира. Классика. И Сильвер Ред. Все, поехали искать. Ну понятно, что ТНС без появления Фантомки из базы просто не выйдут. Они тут встанут как вкопанные и все. Максимум фармить нам, наверное. Рошана ждать. Следующего Рошана. Опять там драться. Окей, в этот раз будет чуть попроще. Знаю, что у Фантомки нет Аегиса. У Тайтхантера не будет двойного реведжа. Хотя вот вообще не факт. Я смотрю Тайтхантера. У него там желание большое купить рефрешек. Понятно, что денег много нужно найти. Моему чуть-чуть не хватает. Не получится подраться с ДД. Руна заканчивается. Ой, нашли Армела. Он сделал телепорт. Армел. Армел, Армел. Быстрее улетай. Быстрее улетай, Армел Курьера. Армел. Армел. Все кинули просто, чтобы остановить его. И остановили. Самое главное. Ну теперь косу, конечно, фирменную. Точно. Вот такую. На 135. А просто стоял вард. Вот такой вот один классический защитный вард, который вообще не ожидал Армел увидеть. Здесь. Он его и не видел, кстати. Скорее, его под этим вардом увидели. У него собственный вард стоял. Думал, что в безопасности сможет пойти. Что-то пофармить. Там, может быть, на 50-е забрать руну. Видите, как все обернулось. Рошан 20 секунд. Играет хантер. Этот хантер очень опасно собирает баунти. Курьер летит, понимает, что... Опа. Этого курьера надо подрезать. Курьер подрезает. Там был рецепт на линзу Марчо. И вот сейчас Рошан нужен. Прямо сейчас. 7 секунд. Руну волшебства. Отпушить линию. Линию нижнюю хорошо отпушили. Топ-линия для них проблемная сейчас для команды Бум. Они тоже ее отпушивают. Рошан появился. Да, стрела сразу летит от хайта. Ну что, руну волшебства тоже забрать надо. И тайтхантер уже ее оставлять, правильно? После Рошана как-то. Хотя там уже герои подходят соперника. У Байбек от Вриона-то будет, если что. Что, друзья, очень важный момент. Байбеки будут все у команды Радиан Тудайер. 52 монеты не хватает Роскинга. Я думаю, что он сможет фармить на Байбек. Но он если потеряет трапиву, там смысл Байбеки... Курьер пролетел. Сейчас дает разведку. Его подрезали. Рефрешеру Винтер Верн. Оу. Оу. Искют может сотворить чудеса сейчас. Байбек от Армала пошел. Прыгают. Быстров хайта. Праймал Рор, Фантом, Крошан уже убит. Аегис не поднимается. Аегис? Что за пауза? Рескинг, КСА. Аегис есть, 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 есть. А, он забрал? Да, да, да. Там Аганим лежит. Но Рескинг уже... Аганим будем сейчас драки поднять. А, смотри. Некрофос слот высвободил себе. Слот высвободил. Там рефрешер лежит. Сейчас Некрофос нужно подойти, взять рефрешер. Но если ревэш вкастован, КП сейчас может пройти и забрать рефрешер шарты. Дать еще один ревэш. Долго-долго разбираются с тем, Как кнопки применять. Но самое главное, Винтер Виверн. Посмотри, она в ревэш не попала. У нее два Винтер Скёрса, если что, имеется номинально. Армел еще не прилетел. На телепорт он уже куда-то вкастовал, кажется, да? Если я не ошибаюсь. Да, телепортация у нее как раз только-только начинает свое действие. То есть скоро прилетит. Вопрос куда? Ну, надо в спину куда-то лететь. Не знаю, может быть, в рошпит прям что-то воровать. Не должен успеть. Я не верю в эту драку в ТНС, честно скажу. Я смотрю сейчас, какая ситуация. Я вижу позицию Винтер Виверна. Я понимаю, что у нас суперкрутая. С другой стороны, Шейкер еще не прыгнул. Шейкер на позиции тоже находится. Но Виверна он очень далеко. Давайте посмотрим, как развернется этот драк. Ну, что там с рефрешером разберутся, нет? Так, Рэвэдж. Так, Кипи пошел. Шар забирает. И он его использует. Винтер Скерс. Там Винтер Скерс плохо. Ему маны не хватает. А вот сейчас маны есть. Туда с Рэвэдж. Эхо-слэм. Туда шейкер. БКБ нашел. Очень плохой эхо-слэм от Шейкера. Получился такой невняненький. Но Некр, Некр, Некр без байбека. Не успели. Пока живет. Гост Шаут. Терсура пошла неплохо. Стрела залетает точно в Гэби. Стрела шикарная. Можно Гэби убить. Рейс Кинг бьет. Хайтхантер байбек. Отъедается Сыдри Массел. Есть вторая жизнь с Байбеком. Там еще и третья будет, если что. Возвращается на Смико. Там полностью перезарядился. Винтер Скерс скажет, используется Шейкера. Не знаю. По-моему, не сработал. Стрела шикарная. Артик Берн Фэби. Фантомка уходит. Команда ТНТ пытается отойти. Шейкера продают. Понимают, что тракуют, они уже не в войско. Хайда, есть стрела. Есть Праймал Рор. Праймал Рор. Там Сантаник. И стрела, и стрела, и стрела. Но в Тайдхантера. Фейбек от Шейкера. Идет Рейс Кинг. Фиссура получает. У него БКБ нет. Он БКБ переложил. Фулдаун идет. Эккарнация скоро открутится. Опасный статус. Также хочет Рапиру себе купить Фантом Ассасин. Фликер себе, кстати, забирает. Интересно. На скорость передвижения. Рейс Кинг пошел просто бараки ломать. Вот так это работает. Слушай, это хорошо работает. Смотри, как хорошо работает. Минус раз барак. И минус... А, глиф. Так, погодите. Так все равно добьет. Так добьет же. Потом, как-нибудь из Подветрены пытается сейчас зайти и там сдамажить соперника. Да, это минус бараки. Это мега-крипы. И не уходит Бумайди. Они знают, что реведжа нет. Вот то, что реведжа нет, и Тайдхантер, кажется, сделал байбэк. Да, у него нет денег на репрэшер. У него вообще не будет реведж в ближайшую минуту. Зажимает соперник. Остается последняя тир-4. Но нужна драка команде НС. И так, иначе трон упадет. Когда драться? Реведжа 43 секунды. Они просто не дождутся. Фантомка прыгает Рейс Кингом. Пытается драться. Баши срабатывают. Римасел на развороте сам стан. Разбивает иллюзии. Пытается откидаться тоже. Регенятся. Они все регенятся. Шива. Косу дать. Коса. Фантомка. Фантомка. Эхо Слэм есть. Потомка на байбеке. Эхо Слэм пытаться убить Римасела. Римасел только сейчас теряет свою первую же. Будет реинкарнация. Называем про Егис. Все еще. Винтерскерс по Армелу. Залетает. Метеор камер. Но БКБ. Армел нажал. Будет драться. Бьют Римасела. Римасел страдает. Римасел теряет свой Егис сейчас. Ну что, третий раз осилят? Там есть БКБ. И БКБ и Сыр. А еще у него Аганим. Кстати, что-то придется нажимать. БКБ нажал. Сыр нажал. Фантом Ассасин не успевает. Буквально секунду. И теперь уже Фантом Ассасин получает рор в нее. Атака. Реведж появился наконец-то. Пытается зафокусить ВК. ВК еле живой. ВК нужно добивать. Добить. 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 Секунда. Секунда. Не успели. У него будет ультимейт. Будет. У него будет ультимейт. Серьезно. У него будет ультимейт. Они не успели. Фантастика. Команда Зинси проигрывает эту карту. КГ. Жесть. Но это Ганим, который к нему прилетел курьером в момент драки. Который в итоге стал бафом. Вау. Ну да, Рейскин оказался неубиваемым. Феноменальная карта, конечно. И Закидоны фантастические от команд. В итоге я не верил в Тинси. Я не верил в Тинси. Я знаю, что я тебе могу сказать. Бум заслужили эту победу. Вот они, большую часть карты были лучше. У них были Закидончики, конечно. Но если бы Тинси камбэкнули, было бы жаль команду Бум. А так они играли лучше на протяжении почти всей игры. И абсолютно заслуженно добывают очко в этой серии. Первое. Так что молодцы. Я бы сказал, знаешь, что две... Эта карта заслуга двух суппортов. Я не знаю, Кискют и Хайт. Они мне переоткрыли этих персонажей. Знаешь, Винтер Верн и Эмиран. Насколько эти герои могут быть полезными? Ну, Виверна вообще просто как божина отыграла. Это действительно было очень круто. Хайт вроде вначале что-то там не попадал на линии. Не так полезен был. Мешался, может быть, даже Бестмастеру. Зато потом как он начал раскрываться. Чем дальше, тем круче. Очень классная карта. Очень классная. Поздравляем, Бум. Это действительно было круто. Пока это лучшая карта дня. Может быть, она таковой останется. Но надеюсь, что нет. И мы что-то подобное еще увидим. Уйдем на перерыв. Будем ждать карты под номером 2. Далеко не уходить.